Всем привет из заповедника Столбы. Если приедешь в Красноярске, я так понял, что нужно обязательно поехать на Столбы. И это правильно сказать, на Столбы, не в Столбы. И мы приехали на Столбы, но потом узнали, что нужно еще идти. И мы шли, и мы шли наверх, еще раз шли. И через два километра мы дошли до входа. И еще надо было четыре километра дойти наверх, сказали. Но мы шли еще четыре километра. Но мы еще не дошли до Столбов. Но мы дошли до этого замечательного постера, где написано Столбы 90 лет. Поэтому я так понял, что этим Столбам 90 лет, и я посчитал, это значит, что их построили еще при Советском Союзе. И я очень жду встречу с этими великими камнями. И, ну, пойдем еще наверх. Не знаю, еще сколько километров осталось. Мне нравится, что много здесь отдыхающих. И много пенсионеров. И все в хорошем настроении общаются, и здороваются друг с другом. Поднялись мы по лестнице, и наконец дошли до первого Столба под названием Слон. И этот слон выглядит как слон. И я понял наверху, когда я стоял возле этого слона, что, наверное, завтра с утра, после шести километров ходьбы наверх, наверное, завтра утром мои ягодицы напомнят мне о своем существовании. Но здесь все очень красиво. Воздух чистый. Мы прошли слона, а потом дошли до Столба под названием Бабушка и Внучка. И дошли до этого Столба под названием Дедушка. Слон был похож на слона. Внучка и Бабушка были похожи, в принципе, на Бабушку и на Внучку. Дедушка, я не понял, в каком месте этот Столб похож на Дедушку. Но все равно чисто. Единственное, что мне настораживает, что с утра мне предупредили, что возможно будут клещи. Клещи. И это как бы традиционная часть похода в российский лес, что нужно волноваться о клещах, даже если снег идет. И поэтому, я думаю, наверное, зря я снял свою шапку. Ну, надеюсь, все будет нормально в вечер. К вечеру я уже буду это смотреть, там, что все нормально, что клещей нет. Но если прийти в Красноярск, очень советую пойти и посмотреть, как пушку стреляют в 12 часов дня и потом на Столбы. Это очень здоровые занятия и возможность общаться с многими интересными людьми и тоже познакомиться с Дедушкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова